Добрый день, уважаемые дамы и господа. Хочу сегодня с вами поговорить о двух очень интересных темах. Понятное дело, чтобы понять эти темы, необходим курс специальный. А я хочу вам рассказать некие вещи, на которые вы не обращаете никакого внимания. Тема «Крайняя необходимость» и «Необходимая права». Будем говорить о немецком праве, в Америке будет немножечко не так, но это на самом деле особенности американского законодательства, штатов федерального законодательства. Потому что там будут некие формы, с которыми нужно будет поработать. Ну и еще раз повторяю, что тема обширна и нужно писать целый курс на эту тему. А я хочу вам рассказать, откуда вообще появляются эти «Крайние необходимости» и «Необходимые обороны», чтобы вы как бы понимали. Итак, журналисты, особенно их касается, люди с отсутствием какого-либо образования, люди невежественные, они прямо так и говорят. «У меня необходимая оборона». Ну, звучит это нелепо и смешно. Вы должны как бы понимать, что эти понятия «в праве», они для чего-то как бы существуют и откуда-то появляются. Ну, первый момент, то есть «Необходимая оборона», то есть «Каждый человек имеет право защищать себя, свою честь, семью и, в общем-то, другие какие-то вещи, ценности, которые, в общем-то, обменены ему законом. То есть «Законодатель оставил человеку право себя защищать, нападать» не оставил права. Раньше ему было право атаковать, сейчас такого права у человека нет. Никто не в праве атаковать кого-то, но имеет право защищаться, когда атакуют его. Поэтому «Законодатель оставил право атаковать». И, соответственно, вы должны как бы понимать, что раз на вас нападают, вы можете защищаться. Но только в определенных пределах, да, то есть как бы, то есть вашу защиту ограничили. То есть защищаться вы можете только каким-то способом. Не всеми способами доступными и возможными, которые вам заложатся в голову. Хотя есть обстоятельства, где вы можете, как вам заблагорсуют защищаться. Это ж такое существует. Но это нужно понимать, когда, да? И я всегда беру самый банальный пример, когда, ну, на улице возникает некая драка. Драка, два парня померились с калибрами, как бы начинается драка какая-то. Или три-четыре парня решили побить одного парня, или еще что-то произошло. И вот здесь вам кажется, что если вы защищались, вы действовали каким-то образом, в каких-то рамках, какой-то необходимой обороны. Нет. Вам нужно, как бы, понять, что необходимая оборона – это условия, при котором вы освобождаетесь от уголовной ответственности. То есть вы уже совершили преступление. То есть для того, чтобы можно было применить норму уголовной ответственности, необходимой обороны, вы должны уже совершить преступление. И вы от этого преступления освобождаетесь в силу необходимой обороны. То есть без совершенного преступления эта норма не работает. То есть вы сначала преступление должны совершить, а потом это преступление должны рассмотреть в глупо и убедиться, что вы действовали не выходя за рамки необходимой обороны. И тогда вы будете освобождены от уголовного ответственности. Вам вот это нужно понять. Не вы действуете сразу в рамках необходимой обороны, мистической. А сначала вы преступление совершаете, защищаясь. А только после этого законодатель, рассматривая вас под лупой, решает, что да, вы тут защищались и действовали строго в рамках необходимой обороны. Поэтому вас требуется освободить от уголовного ответственности. То есть не надо вас наказывать. Вы действовали правильно. Вот как эта штука работает. Не так, как вы думаете, что вот вы решили защищаться и вы действовали в рамках необходимой обороны. То есть, по сути, если вы не совершили преступление, эта норма не работает. То есть вы должны это четко как бы понимать. Она для совершивших преступления. Это норма. Редактор субтитров А.Семкин.